Всем привет! Это видео о том, как провести чистую установку Windows 10 с флешки или DVD диска на компьютер или наутбук. Установить на свой компьютер вы сможете 32- или 64-битную Windows. Если ваш ПК имеет оперативной памяти меньше чем 4 ГБ, или процессор не поддерживает 64-битную разрядность, то нужно устанавливать 32-битную Windows. В противном случае нужно устанавливать 64-битную систему. Учтите, что 64-битная Windows занимает больше места на жестком диске. Если у вас есть лицензия Windows 7 или 8, и вы хотите обновить Windows 10 бесплатно, используйте специальные предложения Microsoft для людей с ограниченными возможностями. В первую очередь вам понадобится обновить систему до Windows 10. Ссылка будет в описании. После этого система автоматически активируется, и вы сможете делать чистую установку без потери данной активации. Итак, в первую очередь для установки вам понадобится загрузочная флешка с Windows 10. Подробную информацию о том, как ее создать, вы сможете найти в моем предыдущем видео. Ссылка будет в описании. Перед тем, как приступить, сделайте резервную копию всех важных данных с локального диска, на котором установлена ваша операционная система, на другой диск или накопитель. При установке Windows 10 данный диск будет отформатирован. Хочу заметить, что все файлы и папки на рабочем столе, также хранятся на локальном диске с операционной системой. После перезагрузите ваш ПК и поставьте загрузку с флешки в BIOS или UEFI. Подробную информацию об этом вы также сможете найти в моем предыдущем видео. Ссылка будет в описании. После загрузки с флешки вы увидите стандартное окно загрузки Windows 10. В зависимости от конфигурации компьютера, это окно может грузиться от нескольких секунд и до нескольких минут. В следующем окне выбираем нужный нам язык, формат времени и денежных единиц, а также раскладку клавиатуры. Нажимаем далее. После нажимаем на кнопку установить. Здесь также можно зайти в среду восстановления, кликнув на восстановление системы. Но нам сейчас это не интересно. Далее вы увидите окно с надписью «Начало установки». То есть система подготавливает все необходимое для установки Windows 10. Этот процесс может занять некоторое время. В следующем окне вам будет предложено ввести ключ продукта для активации Windows 10. Если у вас он есть, введите его и нажмите «Далее». Если же вы перед установкой обновлялись до Windows 10 с лицензионной Windows 7 или 8, то вам нужно нажать на кнопку «У меня нет ключа продукта». Ваша копия Windows будет автоматически активирована позже. Итак, я нажимаю «У меня нет ключа продукта». В следующем окне выбираем нужную операционную систему. Например, Windows 10 Pro. И далее принимаем условия лицензионного соглашения. После этого попадаем в окно выбора типа установки. Первый тип – это обновление. То есть при выборе этого типа будут сохранены все ваши файлы, программы и параметры предыдущей установленной системы. А файлы самой Windows будут сохранены в папку Windows Old. Так же, как и при простом обновлении. Второй тип – это выборочное. Данный тип позволяет провести чистую установку. Нас он и интересует. В следующем окне нужно выбрать локальный диск, на котором будет установлено Windows 10. В моем случае это локальный диск C, он же раздел 2. Как я говорил ранее, все данные с этого локального диска будут удалены. Поэтому будьте предельно внимательны. Если вы забыли сделать резервную копию данных с этого диска, отмените установку, войдите в систему и проведите данную операцию. Далее выбираем данный диск и нажимаем удалить. Видим окно предупреждения, что все данные будут потеряны. И нажимаем ОК. Также удаляем раздел 1, который зарезервирован системой. Хочу заметить, что у вас может быть несколько системных разделов, и их так же нужно удалить. После этого создаем новый раздел. Кликаем один раз левой кнопкой мыши на незанятое пространство на диске 0. И нажимаем кнопку Создать. В строке Размер выбираем максимально возможный размер. Он будет автоматически предложен системой. И нажимаем Применить. Также будет автоматически создано один или несколько системных разделов. После этого выбираем раздел 2, он же локальный диск С. И нажимаем Далее. После начнется процесс установки Windows 10. Данный процесс проходит в автоматическом режиме. И после завершения компьютер перезагрузится. Но в некоторых случаях при выборе диска, на который будет установлен Windows, могут возникнуть следующие ошибки. Первая ошибка, это установка Windows на данный диск невозможна. На выбранном диске находится таблица MBR разделов. В системах EFI Windows можно установить только на GPT диск. Существует несколько вариантов решения данной проблемы. Если на жестком диске нет важных данных, то просто удаляем все разделы и после создаем их по новой. В результате этого система автоматически конвертирует диск MBR в диск GPT. Если же на жестком диске есть важные данные, например на локальном диске D или других разделах, то нужно использовать специально предназначенную программу для коориентирования MBR и GPT дисков. AOM и Partition Assistant Pro. Ссылка будет в описании. Также можно решить данную проблему не конвертируя диск. Использовать загрузку USB флешки в режиме Legacy, а не в режиме EFI. Переключение режима необходимо провести в BIOS. Вторая ошибка, это установка Windows на данный диск невозможна. Выбранный диск имеет стиль разделов GPT. Здесь ситуация аналогична к первой ошибке. Для решения данной проблемы можно также удалить все разделы и после создать их по новой, как я говорил выше. Или же включить в BIOS загрузку UEFI вместо CSM, Compatibility Support Mode. Либо же в UEFI отключить загрузку в режиме Legacy. Возможно вам понадобится пересоздать загрузочную флешку с поддержкой UEFI загрузки, если после настроек в BIOS ошибка не исчезла. Третья ошибка, это не найден необходимый драйвер носителя. Это может быть драйвер DVD дисковода, USB накопителя или жесткого диска. Если у вас есть компакт-диск DVD диск или USB устройство флеш-памяти с этим драйвером, вставьте его. Существует несколько причин возникновения данной ошибки. Первая причина, это использование битого дистрибутива. В данном случае все просто. Используйте для установки Windows 10 другой дистрибутив. Вторая причина, это программа, с помощью которой вы сделали флешку загрузочной. Попробуйте использовать другие программы, а лучше всего используйте для создания загрузочной флешки официальные методы. Все они описаны в моем видео «Создание загрузочной флешки». Ссылка будет в описании. Третья причина, это проблемная флешка. Попробуйте использовать в качестве загрузочной флешки другой USB накопитель. Также, возможно, на вашей флешке создано несколько разделов. В таком случае их нужно удалить. Ссылка на видеоинструкцию, как это сделать, будет в описании. Хочу заметить, что решением данной проблемы также может стать сброс BIOSа к заводским настройкам. Четвертая ошибка, это нам не удалось создать новый или найти существующий раздел. Дополнительные сведения смотрите в файлах журнала программы установки. В данном случае также нужно удалить раздел, на который вы хотите установить систему, и создать его заново. В принципе, то, что я и делаю в ходе установки Windows 10. И пятая ошибка. При установке Windows 10 система не видит ваш жесткий диск. Такая ошибка очень часто встречается в ноутбуках или в ультрабуках с кеширующим SSD. А также в некоторых конфигурациях дисков с технологией хранения SATA RAID или Intel RST. Чтобы решить данную проблему, нужно зайти на сайт производителя вашего ПК или ноутбука, скачать данный драйвер на флешку. Можно на загрузочную и распаковать его. После этого в окне выбора разделов нажмите на кнопку загрузка и укажите путь к данному драйверу. После установки вы увидите список разделов и сможете продолжить установку Windows 10. Итак, вернемся к установке Windows. Как вы видите, после выбора диска начался процесс установки Windows 10. Повторюсь, данный процесс проходит в автоматическом режиме и после завершения компьютер перезагрузится. После перезагрузки Windows запустит процесс подготовки устройств и настройки компонентов. В зависимости от конфигурации компьютера, данный процесс может занять продолжительное время. Иногда данный процесс может якобы зависнуть с черным экраном. Это нормально и нужно просто ожидать. По завершении компьютер перезагрузится. После перезагрузки появится окно с настройкой параметров. Я рекомендую использовать стандартные параметры. Далее следует выбрать, кому принадлежит этот компьютер. В моем случае он принадлежит мне. В следующем окне можно войти в учетную запись Microsoft. Создать ее, если такой у вас нет. Или же просто пропустить этот шаг. Для того, чтобы создать учетную запись Microsoft, нажмите на кнопку «Создать ее». Введите вашу электронную почту. Или если у вас ее нет, нажмите «Получить новый адрес». После чего создайте любой незанятый адрес. Введите пароль. Выберите страну, например, Россия. И нажмите «Далее». После введите ваш номер телефона. В следующем окне выберите нужные вам параметры и нажмите «Далее». После этого вам будет предложено использовать функцию Windows Hello. Данная функция предоставляет двухфакторную проверку. Ваше устройство с биометрическими данными или пин-кодом вместо пароля для входа на устройство, приложение и службы. Я пропущу этот шаг. В следующем окне будет предложено либо активировать функцию OneDrive, нажав на кнопку «Далее», либо не активировать. Нажав на «По умолчанию сохранят новые файлы только на этом ПК». Что я и сделаю. После этого вы увидите окно приветствия и система запустит процесс подготовки устройства. По завершении загрузится рабочий стол. И это значит, что Windows 10 полностью установлено. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будем рады ответить на любые вопросы в комментариях. Всем спасибо за внимание. Удачи!